ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Но не в этом дело, друзья. Давайте мы с вами сейчас посмотрим, как замечательно люди развлекаются, когда у них очень много свободного времени. Они берут какие-нибудь самодельные тарантасы, туда, значит, втискивают свою туловищу и катаются. Поехали, смотрим. Ежегодно в разных частях света проводятся гонки на самодельных тележках. Во всем мире конкурс называется «Соап Бокс Рейсинг», что можно перевести как «Гонки на мыльницах». В этом году название сменили на более понятное русскому уху – «Гонки на тарантасах». Ведь состязание впервые прошло в России. Принять участие в соревновании могут все желающие. Надо только придумать оригинальную конструкцию тарантаса и отправить ее на конкурс проектов. Программа «Галилео» решила проследить за одной из команд, рискнувших принять участие в этом безумии. По условиям конкурса транспортное средство должно быть безмоторным и приводиться в движение только силой гравитации. То есть после разгона оно должно само катиться вниз. В этих соревнованиях важна не только скорость прохождения трассы, но и креативность конструкции и артистичность самой команды. Концепция, придуманная этими ребятами, проста. Овощам надоело сидеть в магазине, и они решили из него сбежать. Отсюда и название – «Побег из супермаркета». Несложно догадаться, что тарантас будет выполнен в форме магазинной тележки. Где руль будет? Здесь? Зачем тебе руль? А ты будешь вот здесь сидеть, за ним. А рюкни безопасности будет. Итак, концепция принята единогласно. Можно приступать к постройке своего овощемобиля. В качестве силового каркаса ребята решили использовать лестницу-стремянку. Она лёгкая, достаточно жёсткая, а главное, к ней будет легко прикрепить и всё остальное. Деревянные бруски послужат основой для постройки каркаса корзины. А полые короба для электропроводки станут её прутьями. При создании транспортных средств одними стройматериалами не обойдёшься. Поэтому участники команды заглянули в магазин автозапчастей. Сколько тут всего интересного. Однако, это лишний вес. А значит, брать надо только самое необходимое. Автомобильные амортизаторы. Их жёсткость рассчитана на сотни килограммов веса. Поэтому они вряд ли смогут смягчить движение. Зато они придадут конструкции технологичный вид. Не остался без внимания и велосипедный магазин. Сюда ребята пришли в поисках тросика для тормозов. Тросик нужен гигантский, длиной в два метра. После трёх дней закупок можно приступать к сборке Тарантаса. Хорошо, что в фирме, где работают ребята, есть своя мастерская. А среди членов команды нашёлся человек, у которого руки растут из правильного места. По заранее сделанным чертежам, главный инженер команды Сергей нарезает детали будущей повозки. Женской половине команды тоже скучать не приходится. Их задача – забить тележку из супермаркета гигантскими овощами. Выкроек морковок в модных журналах не найти. Поэтому аграрным дизайном приходится заниматься на ходу. А тем временем ребята закончили сборку силового каркаса из лестницы. На тележку из супермаркета это пока не похоже. Зато можно оценить масштаб. С телегой таких размеров можно смело отправляться в музыкальный магазин за роялем. Благодаря точным расчётам, сделанным заранее, все заготовленные детали идеально встают на свои места. Можно проверить эффективность амортизаторов. Как мы и думали, они слишком мощные для лёгкой конструкции. Зато смотрятся действительно красиво. А у девушек полным ходом идёт набивка реквизита. Вопрос, чем набивать, у офисных работников не стоит. Конечно, бумагой. На одну морковку уходит целая пачка. 500 предварительно скомканных листочков. Схема рулевого управления позаимствована у автомобилей начала 20 века. Простое и надёжное решение. Каркас продуктовой корзины собирается из деревянных брусьев. Чтобы придать жёсткость всей конструкции, но при этом не испортить внешний вид, каждая сторона по диагонали утянута стальными тросиками. Для имитации прутьев корзины ребята используют полые пластиковые короба толщиной около сантиметра. С появлением этих деталей, Тарантас действительно стал похож на тележку из супермаркета. Несмотря на всю громоздкость, конструкция получается не очень тяжёлой. Пока о конечном весе говорить рано. Главное, чтобы он не превышал 80 килограммов. Иначе команда не будет допущена к гонкам. Кстати, о гонках. Самое время провести пробный заезд. Пилотом команды выбрали Диму. Он самый компактный из всех. К тому же у него репутация аккуратного водителя. И это, пожалуй, его главное преимущество. Поехали. Сначала медленно, чтобы проверить, как работают рулевое управление и тормоза. Вроде всё нормально. Можно попробовать из горки катнуть. Тележка без последствий перескакивает лежачего полицейского. А это важно. Ведь на соревнованиях будет и такое испытание. Когда стало понятно, что конструкция удачная, была начата работа по украшению Тарантаса. Аэрозольная краска быстро придала самодельной колымаге солидный вид. Девушки, осознав, что их способностей к кройке и шитью хватает только на изготовление простой бутафории, отправились в магазин карнавальных костюмов. Кожаная фуражка и хлыст – это явно для каких-то других гонок. А вот перчик и морковка – то, что нужно. Чтобы продуктовый набор выглядел солиднее, девушки отоварились костюмами горошка, банана и печеньки. Пока все команды готовили свои тарантасы, организаторы начали работы на трассе. Местом проведения выбрана велотрасса в Крылацком. Народу ожидалось достаточно, поэтому маршрут пришлось огородить. А чтобы участники не бились о железные заборы, изнутри дорожку обложили тюками с сеном. Уклон трассы составляет местами до 7 градусов. С такой горки можно неплохо разогнаться. Внизу, сразу за крутым спуском, идет монтаж рампы. Она позволит гонщикам закладывать поворот, не снижая скорости. Если же участник испугается рампы, затормозит и объедет ее по ровному асфальту, команда получит штрафные очки за трусость. Чтобы зрители могли следить за всем происходящим, на территории устанавливают огромные панели, на которых будет транслироваться ход гонки. На стартовой позиции сооружают помост. У него сразу две функции. Во-первых, это сцена. Ведь заезд каждой команды должен начинаться с короткого 30-секундного представления. А во-вторых, это искусственный уклон, который поможет придать Тарантасу первоначальное ускорение. На готовой трассе почти все, как на настоящих гонках. Для команд даже построили павильоны на манер питбоксов в Формуле-1. Участники прибывают на место за день до соревнований. Нужно, чтобы Тарантасы прошли технический и весовой контроль. По требованию технической комиссии нашей команде пришлось мягким поролоном замотать все острые и потенциально опасные элементы конструкции. С судьями не поспоришь. Надо так надо. Теперь команду ждет весовой контроль. Тарантас должен быть не тяжелее 80 килограммов. После всех доделок оценить вес аппарата ребята не берутся. Затаив дыхание, они ждут результатов. 80 килограммов 500 граммов. Судьи считают, что перевес в пределах допустимой погрешности. А значит, команда получает допуск. Соревнования только завтра. Но костюмы для выступления нужно надеть уже сейчас. Ведь с минуты на минуту придут судьи, оценивающие оригинальность конструкции и общий вид команды. Тебе быть в красных колготках, не переживай. Ну, ну, блесну, чтобы порваться. А где Паш? Паш, давай! Паш, Мертик! Здесь! Здравствуйте! Здравствуйте! В состав жюри входит Анатолий Вассерман. Ему не нужны никакие блокноты. Анатолия переводит информацию в двоичный код и силой мысли отправляет на домашний компьютер. По результатам оценок за техническую оригинальность, наша команда получает 32 балла и занимает девятое место из 56. Неплохо. Но завтра будут гонки. Они всё расставят по своим местам. Наконец наступил день заездов. Все в предвкушении смешных тарантасов и ярких крушений. В свою очередь команды постараются как можно эффектнее выглядеть на трассе и не ударить в асфальт лицом раньше финишной черты. Ты не смотришь мультики? Время музыкантов! Вперёд! Город! По результатам жеребьёвки команда «Побег» из супермаркета выступает 36-й. А значит, есть возможность отрепетировать начало. Первые команды уже начали свои выступления. По правилам гонок перед заездом каждая команда должна продемонстрировать зрителям и судьям 30-ти секундное представление. Оно является вторым критерием для выявления победителей. А на трассе всё ещё интереснее. К ярким образом участников добавляется захватывающий дух аварии. Не желая получить штрафные баллы за объезд рампы и трамплинов, водители «Тарантасов» пытаются пройти эти препятствия сходу. Далеко не у всех это получается. Тем не менее, первые лидеры уже наметились. Лучшее время пока у команды «Внучки Шапокляк». В гараже команды «Побег» из супермаркета идут последние приготовления к заезду. Группа разгоняющих наносит эффектный макияж. Ведь от этого будет зависеть зрелищность выступления. А значит, можно получить дополнительные баллы от жюри. Итак, команда «Побег» из супермаркета готова выйти на старт. Дима надевает серьёзный защитный костюм мотоциклиста под свой несерьёзный костюм печеньки. Мы попросили ребят закрепить наши маленькие камеры на тележке, чтобы получить хорошие кадры с выступления. На Тарантас-одроме кипят нешуточные страсти. Далеко не всем удаётся миновать трассу без потерь. Кому-то приходится финишировать на своих двоих, получая при этом штраф в пять очков. А кто-то, не желая сдаваться, борется до последнего и тащит Тарантас до финиша на своих двоих. Как показывает практика выступлений, чтобы получить травму, вовсе не обязательно быть пилотом Тарантаса. Специально на этот случай дежурит карета скорой помощи. Врачи быстро оказывают необходимую помощь всем нуждающимся, в каких бы костюмах они ни были. Подошла очередь и нашей команды. Побег из супермаркета на старте. Ребята, понеслась! Идея выступления очень простая. Овощи, недовольные жестоким обращением со стороны раций и покупателей, нейтрализуют охранника и бегут на свободу. По регламенту в команде должно быть пять человек. При этом не больше двух человек могут быть внутри Тарантаса. У нас водитель один. А значит, оставшиеся четверо становятся разгоняющими. Толкателям важно не пересечь линию конца разгона, иначе команда получит пять штрафных очков. Пока сложно судить, насколько хорошо у ребят получился разгон. Первое серьезное испытание – рампа. У многих участников возникали проблемы при переезде этого лежачего милиционера. Широкая база нашего Тарантаса позволила ему уверенно пройти рампу. Трамплин тоже миновали без происшествий. Но Тарантас начал заметно терять скорость. Еще чуть-чуть, и он остановится. По правилам, участникам нельзя использовать свои мускулы для движения Тарантаса. Но кто сказал, что у печеньки есть мускулы? Это же тесто! И вот побег из супермаркета состоялся. Тарантас 32, шоу 43. Время минута 36.288. По итогам заезда наша команда занимает 35-е место. Да, результат не самый удачный. Но есть надежда на очки за креативность выступления. Оценки жюри за выступление. Давай, давай, давай! Удивительно! 8-8-9-9-9-9! К сожалению, и здесь результат далек от призовой тройки. В результате команда побег из супермаркета опустилась еще на одну строчку вниз. Сегодня удача улыбнулась кому-то другому. А вот и счастливчики. Победителям состязаний достаются полностью оплаченные туры на королевские гонки «Формула-1». Несмотря на проигрыш, команда побег из супермаркета соревнованиями довольна. Ведь они приехали в сюжет программы «Галилео». А я понял, друзья, откуда взялись такие замечательные соревнования. Это все исторически сложилось. Раньше, когда люди еще жили на берегах Амазонки, они тоже плавали на всяких тарантасах через речку. И те, кто плавали медленно, они доставались крокодилам. А те, кто плавал быстро, они стали спортсменами.